Цирк, который посмешил многих таджиков, но он должен и пугать. Подписывайтесь на обновление и точно будете в курсе всего самого важного. Весенняя призывная кампания в Таджикистане началась 1 апреля, но уже со всех регионов страны приходят сообщения о различных способах привлечения молодых людей в ряды вооруженных сил. К примеру, один из новых способов введен в Вахшском районе. Представители Джамаата складывают бумажки, на которых написаны плюсы или минусы. Все очень просто – вытягиваешь плюс, идешь в армию. В минус – в этот призыв ты не наденешь солдатские сапоги. Такая жеребьевка, которая проходит с обязательным участием родителей юношей призывного возраста, практикуется и в других районах Таджикистана. Те, чей сын находится на заработках в России, и кто вытянул плюс, должны во что бы то ни стало вернуть его домой и отправить в армию. Из Сагдийска, Хатлонской областей и района Варажской долины приходят сообщения о давлении на родителей молодых людей. По словам политического активиста Рамазона Хусейниона, в Исфаре практикуются следующее. Тем, у кого есть сыновья призывного возраста, отключают электричество, закрывают мечети в месяц Рамазан. В госучреждениях жителям не выдают необходимые справки и документы, пока родители не заставят своих сыновей вернуться из России. Молодые люди готовы пойти служить, но только если условия службы будут подходящими. По имеющейся информации, закрыта мечеть Казрати-Шаха в городе Исфара, а в Пиджикенте задержан отец молодого человека, которого таким образом вынуждают вернуть своего сына из России. Тем временем власти сообщают об увеличении числа добровольцев. Муборакшо Алимурот, солдат, приехавший домой в отпуск, говорит, что поначалу боялся идти в армию. Я тоже не хотел служить, думал, там дедовщина. Но ничего в этого в армии у нас нет. Сейчас условия службы хорошие, мне не нужно жаловаться, сказал он. Между тем правозащитники считают жеребьевку и давление на родителей неэффективными методами призыва в армию. Дилараба Самадова, возглавляющая общественную организацию Офис гражданских свобод, которая защищает права призывников и военнослужащих, сказала, молодые люди не видят своей личной пользы от службы в армии и уклоняются от призыва. Да, служба обязательная, но необходимо еще, чтобы молодые люди были мотивированы. Те методы, которые запечатлены на видео, незаконны и подрывают доверие к армии. По мнению правозащитников, отсутствие надлежащих условий для проведения службы, жестокое обращение солдатами и неуставные отношения, которые приводят иногда к гибели и увечьям военнослужащих, являются одним из главных причин нежелания молодых людей служить в таджикской армии. Правительство Таджикистана в отправленном в Комитет ООН по правам человека докладе сообщило, что с 2019 по 2021 года преимущественно из-за неуставных отношений в армии погибло более 100 солдат. Правительство также признало, что несмотря на предпринимаемые усилия по искоренению неуставных отношений дедовщины в воинских частях, это явление и его укрытие офицерами все еще существует. За три года 639 таджикских офицеров и командиров были привлечены к уголовной или дисциплинарной ответственности за укрытие преступлений в воинской части. Как вам такая жеребьевка? Напишите нам, пожалуйста, в комментарии. У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи!